Добрый вечер! Вы смотрите программу «На справде» в эфире телеканала Симон. Похоже, сегодня решающий день в затянувшемся парламентском кризисе. Сегодня, возможно, будет достигнута договоренность о снятии блокады трибуны Президиума Верховной Рады и возобновлении нормальной работы парламента. Вечером сегодня собираются лидеры фракций. Решения их пока что мы не знаем. Остается только гадать. В какой-то форме именно этим мы сегодня и займемся. Что может произойти, какие пути, возможные разрешения у нынешней ситуации. Об этом поговорим сегодня с гостей нашей студии, которую я с удовольствием представляю. Юлия Беденко, кандидат политических наук, политолог. Здравствуйте, Юлия. Добрый вечер. Признайтесь, были у вас опасения в отношении ночи сегодняшней? Потому что предрекали, что если произойдет вариант силовой, то вот это вот сегодня как раз самый, что ни на есть, критический день был. Я так критично не рассматривала сегодняшнюю ночь, потому что партия регионов в прошлом созыве уже достаточно обжигалась на попытках силового влияния на оппозиционерах. И это вызвало негативный резонанс как внутри Украины, так и за ее пределами. Поэтому пока время позволяет для того, чтобы вести политические торги. И мы понимаем, что они сейчас, в общем-то, и ведутся активно между главами основных фракций парламента. Вот этот вопрос, вокруг которого, собственно, все и началось, вопрос личного голосования или в технических его интерпретациях вопрос так называемой Рады, три сенсорные кнопки. Насколько, по-вашему, это действительно камень преткновения? Это причина конфликта или это повод для того, чтобы как-то, ну, скажем так, фигуры несколько по-иному расставить? Вопрос личного голосования, я считаю, крайне важен для работы любой парламентской системы. Вопрос персонального голосования уже давно отработан в Великобритании, Германии. И фактически это было камнем преткновения в 16-17 веках. И тогда без всякой сенсорной кнопки эти вопросы решались путем отработки процедур. Но у Великобритании, например, было принято выход в разные двери, где-то голосовали по именам с помощью бюллетеней, где-то путем поднятия рук. Но, естественно, с усложнением общества депутаты переходили к более технологизированным способам выражения своего мнения. Но, кстати, в той же Америке, например, не существует прямой нормы, закрепляющей обязанность депутата голосовать персонально. Это вопрос скорее политической культуры. Но у нас-то есть такая, у нас в Конституции записано, да, что депутат должен голосовать? Это записано в законе о регламенте Верховной Рады, что депутат голосует персонально. И, кроме того, еще там есть требования присутствия депутата на сессиях. Для нас этот вопрос особо актуален, потому что вот так называемое «кнапкодавство», да, термин уже пошедший, который пошел в массы, он связан с тем, что без института лоббирования интересов, без института предварительных слушаний, без института обсуждения законопроектов в обществе Верховная Рада становится таким дирижируемым органом, который принимает законы не в интересах народа и народного представительства, а в интересах определенных финансовых групп. Поэтому для оппозиции это является одновременно и камнем преткновения, потому что может несколько обессилить партию регионов, которая, как известно, представлена, широко представлена людьми, которые занимаются параллельно и другими делами. И, кроме этого, это неплохой пиаровский ход, потому что он позволяет в глазах общественности, в глазах собственных избирателей, выглядеть такими борцами за правду, за персональное голосование и презентовать себя как настоящих депутатов, теми, которые действительно заняты парламентской работой, в отличие от своих оппонентов. Тут надо, наверное, понимать, что это не является основой идеологии именно такой принципиальной этих партий, потому что во время блокирования трибуны представителей в местных, правда, советах, да, вот мы помним, та же свобода, если не ошибаюсь, во Львовском облсовете, она была замечена за тем же самым, против чего, собственно говоря, и боролись. Поэтому это, наверное, все-таки да, такой скорее. Ну, это больше вопрос идеологической спекуляции, хотя я опять же говорю, что он крайне важен для становления украинского парламентаризма. И если данное блокирование не приведет к парализации парламента в дальнейшем и перевыборам Верховной Рады, а приведет к компромиссу и установлению процедур, которые действительно будут требовать персонального голосования депутатов, то я считаю, что это позитивный шаг. Хорошо. Вот те механизмы, которые в отношении персонального голосования, которые рассматриваются сейчас, которые предлагаются сейчас, насколько они, по-вашему, будут устраивать обе стороны? Я имею в виду предложение о изъятии, да, карточек депутатов, которые не зарегистрировались при начале сессии, вручение их, скажем, когда они регистрируются позже и так далее. Вот эта норма может сработать, по-вашему? В принципе, да. Мы знаем, что процесс переговоров, он длится уже несколько дней и продолжается и сегодня. Я не думаю, что сегодня будет поставлена окончательная точка. Скорее всего, противоборствующие силы выработают некий компромиссный временный вариант, который будет первым шагом для внесения изменения в законный регламент, который уже закрепит постоянную процедуру. Скорее всего, это сейчас будет или голосование поднятием рук, как на этом настаивает Виталий Кличко, или же блокировка карточек, как предлагают регионалы. Меня очень, скажем так, с точки зрения политической культуры, удивило заявление главы фракции партии регионов Ефримова в отношении критики системы РАДА-3. Он говорил о том, что можно содрать лаг, сенсорные кнопки, приставив туда мобильный телефон, и тогда можно будет голосовать за многих депутатов. Такое заявление очень странно звучит из уст матерого политика и того человека, который должен олицетворять честь эпохи и, в общем-то, честь определенной группы населения. Но, тем не менее, я думаю, что будет, во-первых, произведена работа по согласованию самих процедур. Сейчас будет достигнут, скорее всего, временный компромисс для того, чтобы РАДу разблокировать и дать возможность доработать закон о регламенте. А вот интересно, а зачем? Кому нужно разблокировать РАДу? Все стороны неделю назад, на прошлой неделе, по крайней мере, говорили о полной готовности безоговорочной к внеочередным выборам, провластной партии только к парламентским выборам и на мажоритарной основе, а позиционно к одновременным парламентским и президентским выборам с открытыми списками. Все готовы? Чего, собственно говоря, всех устраивает, получается? Ну, я думаю, что это в большей степени политический блеф, потому что объективно ни партия власти, ни оппозиция сейчас не готовы снова выходить в поле, работать с избирателями и вбрасывать ресурсы для проведения новой избирательной кампании. Кроме того, надо учитывать фактор политической психологии. Избиратели достаточно устали от постоянного избирательного процесса, и поэтому, скорее всего, будет очень низкая заинтересованность и очень низкая мобилизация электората на потенциально будущих выборах. Кроме того, на каком основании правовом будут перевыборы президента? Мы понимаем, что если Верховная Рада будет распущена, процесс инициации импичмента будет просто невозможен, потому что он должен происходить в Верховной Раде. Говорить об отставке добровольной президента тоже нет смысла. И поэтому, кроме того, если мы говорим о планах партии регионов избираться только на мажоритарной основе об этом предложении, здесь предусмотрено внесение изменения в закон про выборы народных депутатов. И его тоже может принять только Верховная Рада. То есть ситуация патовая и фактически готовность к перевыборам она такая мнимая. И страна тоже не готова. Ведь на прошлые выборы парламентские 2012 года Центральная избирательная комиссия из бюджета Украины получила 1,2 млрд гривен для того, чтобы хотя бы организовать этот процесс. Сюда не входят деньги, потраченные на избирательную кампанию самими кандидатами. Поэтому готова ли Украина сейчас выделить такой кусок бюджетного пирога, у меня тоже вызывает огромное сомнение. Ну не только бюджетного, видимо и личных средств, потому что все-таки удовольствие не дешевое, судя по традиционным послевыборным скандалам, когда выясняется, что кто-то там депутат Н не расплатился, не расплатился своими штабами и так далее. Видимо там действительно собственно ситуация не очень радужная. В отношении временного фактора есть ли, скажем, потому что насколько я понимаю, в разблокировании парламента все-таки больше заинтересована провластная партия, потому что не может нормально работать правительство, не может нормально функционировать государство. Есть ли какой-то временной фактор, есть ли какие-то законы, которые не ждут, не могут ждать и должны быть приняты как можно скорее? Что подстегивает? Ну, несмотря на то, что законодательная деятельность сейчас не осуществляется, тем не менее законопроектная деятельность в Верховной Раде идет. Те же представители оппозиции сейчас активно подают законопроекты на рассмотрение профильных комитетов. Вот сегодня произвучала инициатива от представителя Харькова господина Немилостливого о запрете использованных товаров. До этого были инициативы бывшего главы СБУ Наливайченко, который сейчас стал народным депутатом избирать прокуроров и судей на местах в местных громадах. Кстати, ваш канал показывал достаточно интересный сюжет по этому поводу. То есть законопроекты подаются. Говорить о том, что провисает бюджет страны или не принимаются серьезные законы сейчас мы не можем, однако мы понимаем, что если парламентский кризис затянется, он может привести к политическому кризису. В 2013 году пройдет ряд важнейших с геополитической точки зрения мероприятий для Украины. Я имею в виду саммит Украина-ЕС, где уже Европейский Союз в принципе готов рассматривать вопрос ассоциированного членства Украины. И здесь для нашей страны в целом, для элиты в целом нельзя быть настолько деконсолидированным и рисковать таким стратегическим договором. То есть ситуация, получается, складывается оперативно они хорошие, но стратегические планы настолько важны, что нельзя, нужно принести в жертву эту ситуацию, чтобы не упустить шанс там. Я предусматриваю, что скорее всего в ближайшую неделю или две парламент будет разблокирован добровольно. И кроме того, если мы учтем, что объединенная оппозиция, партия УДАР так верят в европейскую перспективу нашей страны и вносят это в качестве программных положений, то, наверное, они как ответственные политические лидеры должны пойти на добровольное разблокирование трибуны. Вот что интересно, фактор саммита еще упоминает и глава фракции регионалов Александр Ефремов, он говорит о том, что 25 февраля у нас совещание с ЕС, мы должны показать, что у нас есть законы, которые открывают дорогу безвизовому режиму, но эти законы не приняты. Получается, что, в общем-то, собственно, даже есть четкие законы, которые должны быть... Да, но здесь насчет евроинтеграции Украины несколько сложный вопрос, потому что, с одной стороны, есть копенгагенские критерии, которые требуют единых шагов для всех стран-претендентов на вступление. В частности, прозрачность правосудия, свобода слова, эффективность работы органов местного самоуправления, уровень жизни. И здесь, конечно, за один месяц понятно, что Верховная Рада не сможет принять этот пакет документов, но, тем не менее, Украина очень выборочно относится к данным критериям и ведет такой геополитический торг с европейскими партнерами относительно того, что мы будем это делать поэтапно, что, в общем-то, вписывается в концепцию Европы разных скоростей. То есть, Европейский Союз здесь готов идти на очередную уступку. Я просто боюсь, что она будет одной из последних. В этой ситуации не сложится ли так, что вот сейчас, хорошо, сейчас оппозиционеры уступают, разблокируют трибуну, парламент начинает работать. Через три дня выясняется, что опять какая-то там тушка проголосовала не так, и все, да? То есть, как бы, ну, задачу тактическую выполнили, показали, что все хорошо, можно блокировать заново, да? Может такая ситуация сложиться? Ну, вот как раз нынешние переговоры, которые ведутся и сегодня, и прошлые несколько дней, они связаны с тем, чтобы добиться временного компромисса, чтобы выработать временную процедуру. И я думаю, что здесь уже оппозиция более-менее готова к тому, чтобы осуществлять вот этот вот контроль. Фактически во всех европейских парламентах, в западных парламентах так и было. Оппозиция всегда была вот этим вот цепным псом, который кусал партию власти за пятки, говоря, вот вы здесь нарушили, вы здесь. То есть, это система сдержек и противовесов, и, конечно, она очень специфически применяется в украинском парламенте, как в принципе многие вещи специфические у нас происходят. Однако, я думаю, что взаимный контроль и повышение партийной дисциплины, а это уже демонстрируется способностью оппозиции, в общем-то, блокировать трибуну, ночевать в Верховной Раде, собираться в течение 30 минут, если есть у груза силового захвата или разблокирования. Здесь, в общем-то, в эволюционном плане эти процессы должны пойти на пользу. А не будет ли это в плане дальнейшей перспективы политической проигрышем оппозиции? Получается, что они пошли на компромисс с теми, с кем и обещали бескомпромиссную борьбу? Фактически, бескомпромиссная борьба – это лозунг избирательной кампании. Здесь уже мы понимаем, что не набрав большинство, объединенная оппозиция или оппозиционная сила и так несколько проиграли. Сейчас речь идет о том, чтобы эти люди сумели выйти из режима баррикад и из режима митингов и перешли, сумели перейти к нормальной законотворческой деятельности. А вот получится ли? Потому что патовая эта ситуация на уровне голосов, она же все равно сохраняется. И тот фактор, который вы говорили о том, что в партии власти больше бизнесменов, по большому счету, которые будут заниматься своими делами, а не сидеть сутками в парламенте. Получается, что невыгодно-то, да, партии власти персональное голосование? Конечно, поэтому они затягивают этот процесс. А вот, да, вот все, разрешили, хорошо, разблокировали трибуны, начали работать. Выясняется, что патовая, опять же, ситуация, законопроекты власти не принимаются, законопроекты оппозиции не принимаются, потому что не хватает голосов. Что тогда? Я думаю, здесь много будет зависеть от президия Верховного Совета, от президия Верховного Рада и от глав фракций. Ведь до того, как любой закон выносится под купол, то есть на рассмотрение в сессионном зале, он активно обсуждается, во-первых, в комитетах, а во-вторых, происходит так называемое погоджевальна рада, то есть совещание глав фракций, где фракции обязуются голосовать определенным образом. То есть перспективы принятия того или иного закона, они уже ясны еще до того, как он будет голосоваться. Есть, конечно, надежда на то, что если партия регионов осознает свою несостоятельность в обеспечении повседневного парламентского процесса, то люди, которые прошли, например, по спискам, будут добровольно или под таким психологическим давлением складывать свои мандаты и передавать... Уступать техническим фигурам, да, которые будут там сидеть. Да, уступать партийным функционерам, которые смогут обеспечить партийную дисциплину и подобное голосование. Ну, по большому счету, это тоже ход, это выход, наверное, для партии. С определенными политическими или экономическими отступными мы можем прийти к модели даже такого вот парламентаризма дисциплинированного. Вот еще один интересный момент, который сегодня прозвучал так, достаточно ярко и открыто из уст лидера партии «Свобода» Олега Тегнебока, он говорил о том, что нужно ввести еще и наказание за то, что депутат голосует не своей карточкой, то есть на особо быстро голосует или присутствует в зале и не голосует вовсе. В свою очередь регионалы говорят о том, что должны быть соответствующие санкции и наказания в отношении тех депутатов, которые блокируют трибуны и мешают нормальной работе парламента. Вот ваши мысли по этому поводу, получится или нет? Ну, в некоторых странах действительно существует дисциплинарная, административная и даже криминальная ответственность за голосование чужой карточкой. В принципе, закон на регламенте прописывает то, что депутат должен присутствовать и при этом голосовать за, против или воздержался. Но, если мы говорим о лучшем наказании или стимулировании того, чтобы депутаты голосовали, мне кажется, что здесь очень важно облегчить бюджет Украины, например, вычитать из зарплаты определенные дни, которые депутат пропускает или вычет из зарплаты тех дней, которые были заблокированы. Особенно со стороны тех, кто явился инициатором такого блокирования. Да, есть законопроект депутата Олейника от партии регионов относительно вообще отзыва народных депутатов. И там предусмотрено, что за дисциплинарные провинности, в частности за блокирование трибуны, за прогулы, глава Верховной Рады или 10% депутатского состава могут инициировать отзыв депутата. Или же это могут сделать избиратели. Но тут тоже очень много подводных камней, потому что это может превратиться в инструмент наказания или личной мести со стороны того же главы Верховной Рады. Здесь, конечно, надо дождаться реакции конституционного суда, потому что в конституции именно зафиксирована норма, что народный депутат Украины свои полномочия может потерять только в силу смерти, в силу судебного приговора, в силу добровольной отставки. И, в принципе, прекращаются эти полномочия только с тем моментом, когда Верховная Рада, в принципе, уже распускается или избирается новый ее состав. Ну, вообще, надо сказать, что отзыв депутата тема настолько древняя, больная, что ей можно посвятить, в принципе, и не одну отдельную передачу. А пока что в отношении, опять же, той ситуации, которая складывается сейчас. Последний вопрос, с вашего позволения, который хотелось бы задать, не складывается ли сейчас в Раде та ситуация, которая в свое время была в 2006 году, если я не ошибаюсь, да, вот накануне, в седьмом, наверное, парламентских выборов, неочередных. Когда возникает некая небольшая фракция, которая в ситуации, когда принципиально важно личное будет голосование, она получает решающую роль. То есть она фактически золотая акция, временная в нашей ситуации, потому что коалиция не требуется. Ну да, здесь очень большое отличие, потому что по варианту Конституции того времени парламент формировал правительство. И если он не мог этого сделать, то фактически президент имел право распустить парламент. Сейчас право распуска у президента остается, однако парламент уже не является тем органом, который политически отвечает за действия также исполнительной власти. Поэтому здесь говорить о золотой акции определенной маленькой фракции я бы не стала. Скорее всего, золотая акция у группы мажоритарщиков, которые, особенно вне фракционных, которые могут использовать собственный ресурс в виде голоса, для того, чтобы присоединиться или не присоединиться к тому или иному законопроекту. Здесь, скорее всего, золотая акция, она так распределена равномерно между теми, кто прошел по мажоритарным округам. Ну что ж, очень интересно смотреть за тем, как будут развиваться события, будем наблюдать. Ну а наше время, к сожалению, подошло к концу. Юля, спасибо, что сегодня были наши гости, спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова